Продолжаем с вами вопрос, обсуждаем законы В последовательности того, как мы говорим кедуш на шаббат, как мы делаем авдалу Дальше говорит Гмаратак Если он выпадает на исходе субботы, на муце и шаббат Как нужно говорить кедуш и авдалу? Сначала кедуш и авдалу, свеча, без самим что? Говорит рби Йоханан Сначала вино, потом кедуш, потом кедуш, потом кедуш и авдалу В поддержку слов рби Йоханана Хаим Барба говорит, что рав тоже так сказал, что когда еще есть праздник, потом после всего этого мы говорим еще о Лишефе-Сука и потом Шейхиан Но рби Йоханана говорит нет, другой нахит, он говорит сначала нужно благословение на свечу, потом авдала, потом вино и четвертое кедуш И Шмуэль говорит, что нужно как рби Йоханана Он говорит, почему сначала по его мнению нужно сделать хавдала, а потом кедуш? Он говорит, когда царь был у меня в гостях, а после царя приходит министр Что я делаю? Сначала царя провожают, а потом министр встречают Поэтому, говорит, и здесь шаббат закончился, йонтон начинается, сначала нужно сделать хавдала, шаббат проводить как царя, а потом принять йонтон Но Леви говорит, что другой симан, что сначала нужно сделать благословение на вино, потом благословение на свечу, потом авдала, а потом кедуш Опять Леви, мы посмотрим, мы ставра де Леви амар меэншне Леви идет по мнению обоих, и Раби Ханина, что сначала авдала, потом кедуш, и по мнению Раби Йоханана, что сначала вино, а потом свеча Раби Зеер спросил Раби Йоханан, как надо делать, теперь мы с вами обсуждаем, опять же, сегодня мы знаем точно, как Аллаха, но мы обсуждаем, откуда эта Аллаха вышла Мудрецы Талмуда тогда даже они все не знали точно, как это делать, и говорит, сказал им Раби Йоханан, амар кераби Йоханан, вехеннафак, уда, кераб вехри Йоханан, он сказал Аллаха, как Раби Йоханан, и сегодня мы так тоже делаем У нас называется это Гякнааз, Гякнааз, яйн, кедуш, нер, хавдала, зман, сначала, благословение, море, при вино, вино, и так далее, по последовательности Теперь говорит дальше Гмара Раби Абау, когда он приходил на юг Израиля, где главным равеном, скажем, был Раби Йохананан, делом и флаг, албар наш, бятре Гмара рассказывает интересную историю Раби Абау, когда он приходил на юг Израиля, где главным равеном, скажем, был Раби Ханина, он делал, как Раби Ханина Когда он был в Твери, там был главным равеном, главным мудрецом, Раби Йохананан, он делал Раби, как Раби Йохананан, как у нас говорят Он говорит, я не хотел спорить, где закон, где какой обычай, так ты должен там себя вести Теперь говорит Гмара, смотрите, насколько раньше была бедность Говорит Гмара дальше интересную вещь Что, окей, по мнению Раби Ханина, понятно Но по мнению Раби Йохананан, который говорит, что свеча должна быть третьей по счету, перед, а вдалой, не работает Почему? Потому что Гмара говорит, что и Шамай, и Бе Шамай, и Бет Ель согласны Что, как делали раньше Авдалла, не как мы с вами Сначала перед Авдалла, когда делали Авдалла, сначала говорили благословение на свечу А потом Бесамим, потом Бори Парагефем, потом Абдир Бенкова Душа Холь Почему? Потому что были люди очень бедные Не было масла для свечей Поэтому человек покупал немного масла для субботних свечей, в пятницу, чтобы зажечь И из этого масла он оставлял немного для Мунцей и Шаббат Поэтому они боялись, что пока я скажу Бесамим Бори Парагефем, это свеча потухнет Поэтому сначала говорили благословение на свечу А потом все остальное Но, говорит Мара, теперь, а как Раби Йоханан что сказал? Раби Йоханан считает так, что Кидуш и Авдалла можно говорить даже на пиво Скорее всего, в его время вино было очень тяжело достать И если доставали, оно было очень дорогим Поэтому, это его мнение Но здесь, в Мунцей и Шаббат, когда выпадает праздник Он говорит, что мы говорим У него, мы сказали, что он должен сказать Кидуш на Бори Парагефем Он говорит, если у него уже есть вино Значит, у него есть достаточно денег Купить масло достаточно тоже Поэтому, в этом случае, сначала вино А потом благословение на свечу Говорит Мара, би варех аленербасов Тогда пусть благословение на свечу сделает последним Почему предпоследним? Говорит Мара, шелё ля корзман шаббатот оба Он говорит, что даже, может, у него сейчас есть Но правило, какое мы сказали Правило тогда было принято Что сначала говорим благословение на свечу Поэтому он говорит, да, я порядок меняю Потому что у него сегодня есть побольше масла Но я хочу полностью этот порядок отменять На следующие шабаты, когда нету Йомтова Чтобы порядок был, как был раньше Чтобы люди не мучились То, без радости, мы продолжим завтра Варуха Дунай Леву Лам Амин де Амин Ассор Астин